Чернобыль вышел в 2019 году, и с момента появления на экранах это шоу захватило всех после выхода первой серии. Настолько, что он поднялся на вершину рейтинга IMDb и считается одним из лучших сериалов всех времен, уступая лишь во все тяжкие и братьям по оружию, что говорит о качестве шоу, которому мы посвятим пять видео. Хоть шоу не новое, мне нравится разбирать старые сериалы, и после анализа каждой серии братьев по оружию, я решил углубиться в шоу, стоящее на строчку ниже – Чернобыль. Давайте погрузимся в эпизод и разберем все, что можно из него извлечь. Вот разбор первого эпизода Чернобыля. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Итак, эпизод начинается в самой поздней точке сюжета сериала. 26 апреля 1958 года, спустя долгое время после взрыва в Чернобыле и попыток скрыть это, преуменьшая серьезность, а устранение проблемы замяли. Мы были в квартире Легасова, где он записывал сообщение на кассету, которую он тайком вынес из дома, чтобы спрятать. При этом мы видели, что за ним следят. Это сразу создало мрачную, зловещую атмосферу, полную неопределенности. Легасов сказал фразу, которая подытожила весь сериал, но ее важность понимаешь лишь в конце. Он сказал, опасность лжи в том, что, услышав ее достаточно, мы перестаем узнавать правду. Это касалось не только Чернобыля, но и некомпетентности, неуверенности и пустословия после взрыва. Что в итоге стоило тысяч жизней. Легасов – это мы в сериале, и это было ясно с самого начала. В своей речи он также упомянул, что виноват Дятлов, получивший лишь 10 лет за преступную халатность. Конечно, сейчас это просто имена, но когда эпизод вернулся к ночи взрыва, мы точно поняли, почему он считал Дятлова виновным в управлении ситуацией. Запомнилась последняя фраза. Справедливый мир – разумный мир, а в Чернобыле не было ничего разумного. Я знал о чернобыльской катастрофе, но не представлял в деталях, как все произошло и как это замалчивалось. Запись Легасова действительно подготовила нас к тому, что мы увидим дальше в эпизоде. Раздел завершился тем, что Легасов покончил с собой ровно через два года и о первую минуту после взрыва в Чернобыле. Это символизировало, как оно доминировало в той части жизни, где он был погружен в него, но об этом мы узнаем позже. В сцене, где он вернулся в квартиру после избавления от записи. И прямо перед концом на фоне раздался звук, который казался почти имитацией сигнала тревоги. Тот сигнал, который мы будем слышать большую часть эпизода. Это создало напряжение и показало, что время Легасова истекло. Отличное начало эпизода. Оно не только заложило основу тона и настроения, которые хотело задать шоу, но и показало влияние последствий, произошедшего даже спустя два года, что было крайне заставляющим задуматься. Как этот человек оказался в ситуации, где единственный выход – покончить с собой? На два года и один минуту раньше. Эта часть эпизода была, на мой взгляд, очень хорошо сделана. Была глубокая ночь в Припяти. Мы видели, как Людмила ходила по дому, проснувшись. Пинали две вещи. Она любила мужа, судя по взглядам на спящего, и была беременна. Это важно для сюжета. В тишине мы, словно мухи на стене, увидели взрыв вдалеке, но звук и ударная волна дошли до ее квартиры лишь через несколько секунд. Она даже не смотрела в ту сторону. А зачем бы ей? Но мы видели. Это подчеркнуло, что невидимое порой сильнее всего впечатляет. Да, мы видели взрыв, но издалека. Это сразу показало масштаб происходящего, и что взрыв был необычным. Я также отметил, что включенный свет в одной из квартир напротив был хорошим штрихом. Это показало, что другие тоже чувствовали происходящее, создавая ощущение неизвестности и движения штор. Затем мы перешли к электростанции. Начальный кадр, где камера медленно обходит Дятлова, отлично показывает, что в глубине души он понимал, все пошло не так. Крупный план и то, что он не отвечал на звонки, демонстрировали, как он застрял в своем мире, и насколько он отрицал происходящее с того момента. Эта тема прослеживалась на протяжении всего времени. Надеюсь, вам понравилось это видео, если... ...мал происходящее, находясь в полном отрицании. Говорили о взрыве реактора, но Дятлов считал это невозможным. Когда ему сказали, что реактора нет, он ответил, «Ошибаетесь». Он не хотел слушать. Однако, идя по коридору один, он выглядел обеспокоенным случившимся. Кадр светящегося оранжевым блока показал, насколько серьезна ситуация. Отрицание Дятлова передалось пожарной бригаде, которая не понимала серьезности происходящего, так как им не сообщили, насколько опасна ситуация. Они сразу допускали ошибки, подходя слишком близко и даже поднимаясь на крышу. Это стало началом эффекта домина, который затронул людей за пределами станции. 1.25 ночи. В этой части ключевую роль играло использование звука. Сначала мы слышали панические голоса радиодиспетчеров, что вводило нас в тревожное состояние. Затем наступила полная тишина, когда Людмила и Василий разговаривали друг с другом. А потом все наоборот. Вот сигнализация заглушила визуальный ряд, выйдя на первый план. Здесь начались поиски дозиметра, чтобы оценить, насколько опасна обстановка вокруг них. Чернобыль был большим объектом, и никто толком не понимал, что происходит. Люди владели разной информацией, некоторые даже думали, что их бомбили, а не что взрыв произошел внутри. Ключевой темой стало непонимание произошедшего и как на это реагировать. Первый эпизод, и именно это сделало его таким разрушительным, каким он в итоге стал. Валера искал дозиметр, и его лицо изменилось за короткое время пребывания там. Это был первый признак быстрого воздействия, которое могло оказать на людей и окружающую среду. Сцена, где он поднимался по лестнице и шел по коридору, Съемка с рук крупным планом в сочетании с тусклым светом и звуком тревоги создавала иллюзию ловушки, будто нет выхода из опасности и хаоса, которые нарастали. Впервые увидев взрыв, мы заметили Виктора, который был на грани смерти. Кроме того, обстановка напоминала очень странные дела и изнанку. Как в фантастике, пепел летал повсюду, а радиация была самым заметным в воздухе. Момент, подытоживший неведение и наивность Дятлова, показания дозиметров 3.6. Он сказал, не отлично, но и не ужасно. Это вызвало конфликт у Легасова, что видно из его звонка в конце серии, где он был обеспокоен этим показанием, хотя на самом деле, как мы знаем, 3.6 был предел прибора, а реальный уровень был намного выше. Среди рабочих была паника, но Акимов сказал, что все сделано верно, имея в виду просто выполнение приказов. Мы видели вспыльчивость Дятлова. Даже при сопротивлении он заставлял людей выполнять его волю. 1.30 ночи. Тогда прибыли пожарные, и стало ясно, что они не понимали ситуацию, так как им не сообщили о ее серьезности. Василий был там и велел Мише положить один из излучающих блоков, что в итоге разрушило его руки, даже в перчатках. Фраза «Чувствуешь вкус металла» повторялась у разных персонажей в разных местах, показывая быстрое распространение радиации. Металлический привкус – симптом сильного радиационного облучения, поэтому он часто упоминался в этом эпизоде. В жилом районе мы видели, что жители не понимали серьезности ситуации. Один из них сказал «Давайте посмотрим поближе», а Людмила ответила «Это может быть опасно». Было видно, что она волновалась за Василия, но ей сказали «С ним никогда ничего не случалось, все будет хорошо». Яркий пример драматической иронии. На заводе Дятлов решил привлечь больше рук и вызвал дневную смену, что в итоге привело к гибели еще большего числа людей в катастрофе. К этому моменту Дятлов совсем слетел с катушек и угрожал Акимову, говоря, что свалит всю вину на него, если тот не выполнит его приказы. В это же время в больнице было тихо, и одна из медсестер спросила, есть ли у них йодные таблетки, на что получила ответ. Зачем нам эти таблетки? Йодные таблетки помогают организму не поглощать радиацию, поэтому эта фраза была так важна в эпизоде. У них их не было. В конце эпизода мы увидели, что ситуация в больнице кардинально изменилась. Она была переполнена и царила суматоха. В 2.30 ночи нам представили еще двух некомпетентных личностей – Фомину и Брюханова. У них был такой же настрой, как у Дятлова. Они не считали 3,6 и чем-то. Блуха на дозиметре. Мы показали похожую фразу – «не отлично, но и не ужасно». Это показало их схожесть. Однако именно здесь у зрителей появились сомнения, так как мы узнали, что хороший счетчик не использовался, значит, показания будут гораздо опаснее, чем те, что они видели до этого. Когда на мосту собрались жители, кто-то сказал «красиво». Это, пожалуй, самый жуткий момент всей серии. Пока это говорилось, в воздухе летали частицы и пепел. Камера показала всех присутствующих – матерей, отцов и детей. Стало ясно, что никто не избежит воздействия радиации, которую они поглощали. Это было некрасиво, а смертельно. Смерть ждала их всех. Сцена, которая отразила настроение всех, должно было ощущаться что-то, показывающее серьезность ситуации, когда кого-то спросили, нужна ли помощь, а он просто ответил – «все кончено». Это вместе с водой, поступающей на станцию, в контрасте с сиянием пламени, казалось проблеском облегчения и комфорта там, где на самом деле их не было вовсе. Никто не мог ничего сделать в тот момент. Само присутствие там наносило им вред. Покрасневшее лицо Василия по сравнению с тем, каким оно было в начале, показывало, что он ощущает воздействие радиации, а известие о том, что им предстоит подняться на крышу, говорило о том, что будет только хуже. Самым печальным в этой сцене было то, что он явно сомневался. Идти ли на крышу, был момент, когда мы заглянули в его мысли, он думал о жене, но все равно пошел дальше. 3.30 утра этот момент был очень интересным и сильно отличался от других, потому что мы видели пультовую без Дятлова и смогли увидеть, о чем действительно думали работники без вмешательства авторитарной фигуры Дятлова. Если это правда, мы мертвы, миллион людей погибнет. Впервые нам прямо сказали, насколько серьезной может быть ситуация. Гибель миллиона людей – это последствия за гранью самого смелого воображения. Халатность Дятлова, его узкое мышление показали, насколько опасным был такой подход. 5.20 утра. В этот момент эпизода и таймлайна ситуация фактически достигла точки невозврата. И ущерб жизням людей, городу, станции и долгосрочные последствия были уже неизбежны. Авария полностью под контролем. Это была первая крупная ложь, сказанная в комнате. На самом деле, как мы знали, все было иначе. Везде царил хаос. Люди гибли вокруг станции, но информация до них не доходила. Один человек в комнате понимал серьезность ситуации, но его постоянно игнорировали. Большинство подавило меньшинство. Его голос затих. Он считал нужным эвакуировать город. Даже сказал, что воздух светится. С вызовом 2-4 тысяч полицейских в город было решено закрыть город, не выпуская никого и обрезать телефонные линии, чтобы остановить распространение слухов. Обещали наградить задействие той ночью, но это было последнее, что могло случиться. Когда Секимов наконец получил дозиметр, он сказал, что прибор сгорел на пределе в тысячи рентген, показав крайне высокий уровень радиации. Дятлов все еще отрицал происходящее, лишь спросив, в какую игру вы играете? Это вновь показало, что он не был достаточно подготовлен, чтобы справиться с разворачивающейся ситуацией. В момент, когда каждая минута была на счету, он не воспринимал ситуацию достаточно серьезно. Настолько, что в итоге он сам потерял сознание и его пришлось вынести наружу. Именно тогда он впервые своими глазами увидел весь хаос и разрушение. И думаю, в тот момент он осознал, что полностью провалился и неверно оценил ситуацию. Затем Секимова заставили подняться на крышу с видом на четвертый блок, где прогремел взрыв. И когда он просто оглянулся, а затем снова посмотрел вперед, его лицо было неузнаваемо, оно стало ярко красным, а на фоне клубился черный дым. Эта картина врезалась мне в память с момента первого просмотра эпизода. 7.01. Финальная часть эпизода была посвящена звонку Легасова, которого мы встретили вначале, Борису. Здесь всплыло все увиденное ранее, непонимание происходящего и недооценка серьезности ситуации. Например, Борис сказал, «Взорвался бак системы управления. На что Легасов поправил? Бак системы управления. Поправка мелкая. Но в вопросах жизни и смерти важна каждая деталь». Это показало, как искажается информация. Мы также слышали, как Легасов сказал, что 3.06 на самом деле серьезный показатель. Но вызывать тревогу, хотя на самом деле, как выяснилось, уровень уже превышал тысячи. Последние минуты этого звонка противоречили всему, что мы видели от профессионалов на АЭС, что делало обстановку и серьезность ситуации еще более угрожающей. Кадр с дымом показал, что он распространяется и будет иметь далеко идущие последствия. Многоэтажка вдали и умирающая птица. Первая невинная жертва, не связанная напрямую с АЭС. Если птица умирает, что это значит для жителей Припяти? Что ждет впереди? Дым и радиация, несущие смерть и разрушение. Наш обзор серии. Это действительно один из лучших начальных эпизодов сериала, что я видел. Темп повествования был отлично выдержан, а акцент на точных минутах вечера, когда произошел взрыв, не только сработал творчески, но и позволил нам осознать важность каждой минуты в разгар хаоса, который разворачивался. Пол Риттер блестяще сыграл Дятлова в этом эпизоде. Его отрицание и наивность вызванные страхом, когда было ясно, что он понимал. Все гораздо хуже, чем казалось, когда он был один. Сыграно превосходно. Среда как враг. Это беспощадное, враждебное место, буквально меняющее каждого в зоне поражения, было жутко и пугающе. Темное облако в конце, словно сама смерть, нависла над людьми. Жуткий финал эпизода. Использование звука в этом эпизоде не только создавало эффект погружения, но и усиливало ощущение паники, которую мы должны были видеть. Мне понравилось, как один телефонный звонок в конце эпизода раскрыл всю картину происходящего, показав, насколько неподготовленными и некомпетентными были люди, контролирующие такую мощь. Визуальные эффекты тоже были исключительными и пугающими, демонстрируя ущерб, нанесенный людям. И его быстрый, беспощадный характер был ужасающим. А ведь это только первый эпизод. Дальше будет еще хуже. Я планирую разобрать весь мини-сериал, так что если вам понравилось это видео, подпишитесь, что здесь...